Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. В республике выпал серый снег. У меня дышка пошла, у меня пошли начинается. Природная аномалия или рука человека? Разбирался в сером полотне слова Тухмадулян. 45 миллионов рублей на разметку дороги, которые уехали в карман чиновников. Аукцион был реальный, причем применялся метод Тарана. Об аукционных схемах и откуда взялись баснословные миллионы у Альбины Минебаевой. Дождались. Все равно, когда ждешь, есть какой-то стимул. Кому и жители Высокогорского района посчастливилось начать Новый год в новой квартире, увидел Сергей Хайдаров. Студионы для саранчи. Не верю, но может быть всякое. Могут ли насекомые испортить футбольный праздник, узнал Дмитрий Аренер. В Татарстане выпал серый снег. Странное снежное полотно обнаружили жители сразу нескольких районов республики. Что это было, гадают сейчас в Закамье. Экологи взяли пробы на экспертизу. Капризы природы или химические выбросы? Во всех оттенках серого разбирался Салават Мухмадолин. Что-то на белый ложилось. Как вы думаете, с чем это связано? Ну не с хорошим, конечно. Это что-то серый снег. Словно кто-то встряхивал ковры или пылесос, черно-белое полотно накрыло чисто пыль. Видела. Везде. То есть вообще прям везде? Конечно. Экология, конечно. С чем-то откуда, выброс какой. Сказали, что в Нижнекамске какой-то выброс был. Нижнекамцы эти доводы подтверждают. Раиса Камалединова работает охранником в промзоне. В последнее время женщина начала жаловаться на здоровье, а ее верный друг Чубайс резко сменил рыжий окрас на серый-черный. У меня дышка пошла. У меня пошли начинается. Это же мы все это. Целый день сидим, их дышим. По ее наводке мы отправились на территорию одной из местных баз. На месте горы неизолированного кокса, а площадка вокруг покрыта серым пеленом. Сотрудники базы, как мы и предполагали, оказались неразговорчивыми. Вам не тяжело здесь работать? Нет приказа пускать. Там на центральную проходную. По серым следам мы отправились на проходную. Заместитель директора компании подтвердил, корень серого снега действительно может крыться у них. Жалобы нам поступали тоже. На выходных были ветра. Кокс подсох, разлетелся. Мы собрали технический совет для решения этого вопроса. И в ближайшее время этот вопрос уже будет закрываться. Но как тогда кокс совершил трип с Нижнекамска в Чистополь? Источник окраски снега сейчас выясняют экологи. Они взяли пробы как в Чистополе, так и в Нижнекамске. В лаборатории экологи первым делом дают растаять образцу снега при комнатной температуре. Спустя некоторое время специалисты берут пробы получившейся воды и, конечно, проводят анализ. Итоговый результат становится известным через пять дней. Отобраны пробы снега на определение класса опасности. Анализы будут готовы в течение семи-десяти дней. После чего можно будет установить причину загрязнения снега. Ведется административное расследование. Разноцветный снег становится уже трендом. Пару дней назад в Омске он и вовсе стал черным. Природные аномалии это выбросы, неприкрытый кокс или еще что-то предстоит выяснить экологам. Мы будем следить за развитием этой серой истории. Огласить результат они обещали к концу недели. Салават Пухмадуллин, Игорь Романов, Асуар Сланова, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск, Чистополь, Казань. 45 миллионов рублей на дорожную разметку, которые ушли в карман чиновников. В советском районном суде идет процесс по присвоению бюджетных средств. Фигуранты-чиновники из полкома Казани и советского района, по версии следователей, они вывели из казны миллионы рублей через аукционные и подставные компании. О деталях дела Альвина Минебаева. Вообще не видать, где автобусы, полоса, где пешеходные переходы, вообще ничего не видать. Зимой дорога, как одна сплошная полоса, Ильфа Твалиев надеется только на водительское чутье и глазомер. На Оренбургском тракте еще можно сориентироваться, но местами в городе белых направляющих нет вовсе. Ездить кататься надо просто смотреть. Ну практически бездерживания, потому что люди видят. В Ахитском районе разметок, по-моему, нет. Эти разметки положили тень на чиновников из полкома Казани. В присвоении 45 миллионов бюджетных денег обвиняются бывший начальник отдела муниципального заказа финансового управления Юрий Синников и чиновник из полкома Советского района Денис Воробьев. По версии следователей, в 2015 году через одну строительную компанию они вывели миллионы. От лица нескольких аффилированных фирм чиновник и коммерсанты сыграли на торгах таким образом, что победителем трех аукционов стала строительная организация, возглавляемая одним из обвиняемых. В 9.07 была первая цена была подана. И в 9.08 снижение уже происходит на 46%. То есть за буквально полторы минуты стоимость упала на 46%. Такой метод торгов у экспертов называется таран. Это как раз тот аукцион 2015 года по дорожной разметке. Специалисты говорят, аффилированные компании быстро начинают снижать стоимость услуг. Но среди них оказываются и вроде бы честные игроки. Это две компании. Правда, на втором этапе аукциона они просто отказались от бюджетных денег. Эти две компании, они же не подают ни жалобу ФАС. То есть их не заносят ни в реестр, ни они сами не пытаются протестовать эти торги. И все как-то тихо, мирно проходит. Но именно одна из этих проигравших фирм в итоге становится субподрядчиком дорожных работ. Получается, проиграли 43 миллиона, но согласились за половину. Если бы мы начали бороться, мы бы остались без работы. Без работы, да, и вообще без денег. Мы рабочих не смогли бы не дать заработки, ничего. Вот и все. Поэтому мы молча согласились. Обвиняемые заключали также фиктивные договоры с фирмами, которые якобы выполнили часть работ. Деньги за которые впоследствии похищались. По данным наших источников МВД, чиновники изначально рассчитали дорожные разметки не по действующим нормативам. В итоге цена была завышена в два раза. В результате на 18 миллионов оскудел только бюджет советского района. Вахитовского и Приволжского еще на 15, а Кировского и Московского на 11. Руководство города на время следствия воздержалось от комментариев. Но история, возможно, продолжится еще одним уголовным делом. Часть материалов дела переданы Следственному комитету уже на должностных лиц советского района. Имена чиновников сейчас не афишируются, но по мнению следователей МВД, именно они допустили завышение цен контрактов. Альбина Минебаева, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. На Татарстан идет циклон. Предупреждают синоптики. На республику обрушится снегопад уже в конце недели. Справятся ли дорожники? Ведь пока они не могут разгрести даже сугробы от последнего снегопада. Сегодня инспекторы Общероссийского народного фронта вместе с сотрудниками ГИБДД отправились на улицы Казани. Вместе с ними выехала Иоанна Городнова. Здесь мы видим, что выделенная полоса для общественного транспорта полностью закрыта снегом. Здесь сформированы снежные валы. А это сужение проезжей части, пробки и аварии. Мы на улице Татарстан. Водителям автобусов приходится объезжать снежные свалки. А это уже Батурино. Объехать, видимо, не удалось. Водитель автобуса въехал в сугроб. Спасение застрявших – дело рук пассажиров, говорят очевидцы. Неудобно, конечно, чисто надо. Автобусы побольше остановились, а тут вот дальше им приходится приезжать. Неудобно ходить, и, мне кажется, аварий очень много бывает. Вместе с инспекторами Общероссийского народного фронта и сотрудниками ГИБДД едем дальше. На улицу Обжалилова. Вывести снег отсюда тоже не успели. Правильная часть должна быть очищена в течение шести часов с момента окончания снегопада. Здесь уже видно, что снег уже слежался. И, ну, явно не первые сутки он уже здесь лежит. Они приехали на работу наверняка, вот эти водители. Он целый день стоит, отряд полностью занят. Остается вот полоса. И плюс вот это все занято снегом. Вал снега буквально в человеческий рост. Это центр города. Заваленные муниципальные парковки на улице Театральной возле налоговой инспекции и во дворах. Вот такие сугробы выросли прямо на детской площадке. Завалы в два метра в высоту. А ведь это не сельский двор или окраина города, а центр столицы. Улица Большая Красная. За мной здание госсовета и кабинета министров. Где играют дети, не знаем. Не вывозят снег уже неделю, говорят жители. Неправильно делают, конечно. Надо было убрать сразу. Детская площадка хоть и относится к общедомовому имуществу, но не является частью преддомовой территории. Поэтому ее очистка не входит в минимальный набор услуг от управляющей компании. Жильцам нужно составлять отдельные договорные услуги. А вот то, что здесь решили организовать свалку, другой вопрос. Все нарушения инспекторы направят в исполком. Я не ругаю этих шоферов, которые чистят, но они не успевают. За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 12,5 тысяч тонн снега. На дороге работали 703 единицы техники и 641 рабочие, сообщили нам в мэрии. Но очевидно, этих сил недостаточно. Тем временем синоптики вновь предупреждают о сильных снегопадах. В выходные в Цитарстан придет циклон. Анна Городнова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Сортировали не формально, а реально и оказались в топе. Альметьевск взял серебро в рейтинге Greenpeace России по раздельному сбору отходов. Как приучали к мусорной культуре и пойдет ли альметьевский опыт по всей республике? Динара Камалова. Нигде не валяется по дороге, как раньше. Мешки. Разделяя и побеждая по такому принципу, теперь живут альметьевцы. Семья Ефремовых не исключение. Перед тем, как мусор окажется в корзине, его сортируют. Такое отношение всех и каждого отметили. Нефтяная столица республики дебютировала и сразу заняла серебро в рейтинге Greenpeace России. Участники 160 городов с населением от 100 тысяч человек. Очень удобно. И вот только желательно, конечно, немножко побольше делать отверстия, чтобы, допустим, мешок он собрал полностью, и его выпустил сразу. Мы получили второе место по всей России. Идет пропаганда. Кроме того, приобретены такие приборы, как называются аппараты-пандоматы, которые принимают пластиковые бутылки, жестяные банки. И за это выдают определенный талончик. Эти талончики можно обменять как на денежные вознаграждения, так и велосипедные, значит, гоу-байк. Альметьевск уступил подмосковным мытищем. Казань на 16 месте, а Челны 89-е. Годом ранее Казань в рейтинге занимала 39-е место, а Автоград был 25-м. Свой успех альметьевцы объясняют просто. Например, они собрали больше половины от всех утилизированных в республике батареек. Раздельный сбор мусора шагает по республике. Так только в одной Казани подобных сетчатых контейнеров больше тысячи. Но пока жители решают для себя сами, утилизировать ли им мусор таким образом или нет. Но вот уже на следующий год это будет в обязательном порядке. По словам Минстроя Республики, сортировать мусор в обязательном порядке станут сразу после выбора регионального оператора. Его имя станет известно после 1 апреля. Ищут участки под социальное жилье и проектируют новые комплексы. В Высокогорском районе выросла потребность в квартирах эконом-класса. Близость Казани решающий фактор. Сегодня в районе ключи от новых квартир получили 156 семей. Это бюджетники, ветераны, переселенцы из аварийного фонда. Этого дня семья Хабибулиных ждала три года. До этого жили вместе с родителями. С появления младшего сына Камиля остров стал квартирный вопрос. Семья растет, квартира все маленькая и маленькая. И как раз вот здесь у нас получается двухкомнатная квартира. И мы дождались двухкомнатной квартиры. И мы рады. Теперь у них есть где разгуляться. В новой квартире две комнаты, общая площадь 60 квадратов. Новоселы уже распланировали каждый метр жилья. Телевизор, диван и рабочее место. Хабибулины признаются, что и где будет стоять в их новой квартире, знали еще до заселения. И чуть ли не каждый день наблюдали, как по кирпичику строится их дом. Очень теплые, просторные, яркие, светлые, с видом на лес. Место очень хорошее. По словам застройщиков, в новом доме продумано абсолютно все. Они смогли угодить даже автолюбителям. Ведь возле дома, где будут проживать больше 150 семей, обустроили парковку на 200 мест. В Высокогорском районе программа социепотеки в действии. Своего счастливого дня ждут еще 350 семей. Дополнительно заселяем по программе переселения вдов из Великой Отечественной войны. Это 9 семей. И социальная ипотека. Остальные. Уже в этом году здесь планируют сдать еще один дом. Ключи от квартир получат 26 семей. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Высокогорский район. Это новости на ТНВ. Далее в программе. Дело всей жизни. И 60 лет своей сознательной жизни отдал любимому Татарстану. На юбилейном вечере памяти редактора книги памяти Татарстана Анатолия Иванова побывала Алина Бережная. Стадионы для саранчи. Не верю, но может быть всякое. Могут ли насекомые испортить футбольный праздник? Узнал Дмитрий Аренин. Перспективы развития завода РМА Рус обсудили сегодня Рустам Миниханов и директор предприятия Томас Плохер. Встреча прошла в Доме правительства. Стороны рассмотрели вопросы производства шаровых кранов для нужд газодобывающей промышленности. Напомним, немецкий завод находится в особой экономической зоне Алабуга. Открылся он в 2014 году. Условия труда с 2012 года в рамках инвестпроектов Татнефти на шинных заводах Нижнекамска капитально ремонтируются бытовые помещения. После масштабной реконструкции обновленные бытовки для работников сборочного цеха открыли на заводе грузовых шин. Мы сегодня собрались для того, чтобы открыть в эксплуатацию бытовое помещение сборочного цеха. Раздевалка на 360 рабочих, где после ремонта светло и уютно как дома. Это еще один результат проекта по капремонту бытовых помещений, который на Нижнекамском заводе грузовых шин реализуется с 2015 года. За это время обновлено уже больше 8 тысяч квадратных метров. Рафиз Диганшин работает здесь уже 26 лет. Делится благодаря поддержке компаний Татнефть, дела на шинных предприятиях идут в гору. Мы не ожидали вот такого ремонта, что такой ремонт будет. Это здесь светло, уютно, комфортно. Это создали такую красоту. К началу следующего года обновят бытовки еще для 1170 работников завода. И это не единственный социальный инвестпроект, который реализуется для работников шинных предприятий. В числе значимых социальных программ Татнефти добровольное медицинское страхование, оздоровление и организация отдыха работников и членов их семей, поддержка молодежи и ветеранов, улучшение жилищных условий. К слову о последнем. Евгений Чевелев трудится на заводе грузовых шин 11 лет. В прошлом году он стал счастливым обладателем собственной квартиры по программе социопотеки. За эти 11 лет, можно сказать, много чего изменилось в личном плане и на шинном. У меня появилась семья, дети. Мы два года назад получили ипотеку через шинный завод. Начиная с 2005 года, мы обеспечили в нашем коллективе более чем 2500 семей получили квартиры по ипотеке. Сегодня на предприятиях шинного бизнеса Татнефти трудятся больше 8000 человек. И социальная защита и поддержка работников является приоритетным направлением социальной политики Татнефти. Россия не намерены активно проголосовать на выборах президента 18 марта. В ЦИОМ опросил жителей страны и выяснил, 71% точно примут участие в голосовании. Социологи также спросили россиян, за кого бы они проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшие воскресенья. Отдать свой голос за Владимира Путина готовы 69,9 опрошенных, за Павла Грудинина 7,2%, за Владимира Жириновского 5,9%. Телефонный опрос проведен 26-28 января среди 3000 россиян старше 18 лет. Мы спросили экспертов, чем они объясняют активность электората. Новые лица, на мой взгляд, что называется, взбодрили электорат. И в этом смысле появился такой живой интерес. Когда ситуация спокойная, люди живут своей жизнью, в принципе, то, что происходит в политической жизни, казалось бы, это нечто второстепенное. А когда мы видим, что практически все государства задействованы в этих процессах, естественно, интерес уже больше. Самый высокий я всегда была на президентских выборах, как Татарстана, так и России. И для меня ничего удивительного в этом нет, поскольку, когда начнется действительно уже завершающая фаза избирательных кампаний, то люди, граждане нашей республики, избиратели, конечно, будут с большим интересом наблюдать за этим процессом. Более 100 томов книг о войне, книга памяти и многочисленные поисковые походы. Сегодня в Национальном музее республики друзья и коллеги вспомнили труды главного редактора книги памяти Анатолия Иванова. История всю свою жизнь посвятила изучению истории Великой Отечественной войны и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Основным делом своей жизни Иванов считал сохранение памяти о погибших. Грустно, что вот три года, как Анатолий Александрович уже нет с нами. Но дело его, редакция продолжает, живет. Общение с ним, я думаю, всех радовало, потому что он человек был не только добрый, не только отзывчивый. Он, знаете, был человек-магнит, который притягивал к себе, но и сам любил людей. Он умел слушать, это самое главное. Отец звучит гордо. Больше 75 тысяч просмотров на ютубе за сутки набрал ролик о жителе Мамадыша Айрате Шакирове. Два года назад он основал клуб отцов, место, где папы-активисты воспитывают настоящих мужчин из мальчишек из неполных семей. Об этой истории Рунету рассказала команда Путин-Тим в проекте «Россия. Страна героев». Мужчина должен уметь чинить, охранять дом, рыбачить, быть силой. А еще уверенным в себе и в своих наставников. В клубе отцов занимаются с мальчишками, растущими без отцовского внимания. Здесь их учат строгать, рыбачить, работать на станках, развивать ту самую мужскую жилку, которой и лишает безотцовщина. В данном проекте принимает участие совет отцов, каждая школа нашего района. Мы думаем, что наш проект выйдет в массу. 76 тысяч просмотров меньше, чем за сутки. Вчера ролик о мамадышцах попал на ютуб, а результат сотни лайков и одобряющих комментариев. Я знаю, что вы очень много и серьезно работаете с приютом, который находится на территории вашего района. Помогаете тем детям, которые оказались вне своей семьи, пусть на время, но, к сожалению, вне семьи. В июле прошлого года Айрат стал участником нашего ток-шоу в рамках проекта в объективе ТНВ «Большая семья» о многодетных семьях Татарстана. И его история выбивалась из общего ряда. Он рассказал, как зарождался клуб и как было решено учить мальчишек быть мужчинами. Прошло полгода, об отцовском клубе говорит весь Рунет. Думаю, что такое течение, оно будет наоборот еще больше людей сподвигать для создания таких вот клубов отцов. Оно будет как бы популяризировать это направление. На работе же делится Айрат, внезапная слава не сказалась. Разве что уже с утра телефон разрывается от звонков журналистов. В остальном же мальчишки и наставники продолжают заниматься в прежнем ритме. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Мамадыш, Казань. На чемпионат мира по футболу в России может покуситься саранча. Такое опасение высказал чиновник из федерального минсельхоза. По его мнению, стаи вредителей могут налететь на футбольные поля и съесть газон. Насколько это реально и серьезны ли такие заявления для казанского стадиона? Мнение экспертов изучил Дмитрий Аринин. Сейчас, когда кругом снег и морозы, тема саранчи кажется выстанной из пальца. Однако это, что называется, скрытая угроза. Под толщу снега в виде яиц эти насекомые преспокойно зимуют. С приходом же лета и потеплением саранча вылупляется из яиц и может взбиваться в крупные стаи. Образует целые летучие облака, которые способны мигрировать на большие расстояния, пожирая всю растительность. Аппетиты у саранчи такие, что в сутки одна особь может съесть пищи, равной своему весу. Минувшим летом полчаса этих вредителей атаковали целый ряд южных регионов страны, съев урожай на несколько миллионов рублей. Налетела огромная туча. Накануне футбольного мундиале в федеральном Минсельхозе решили подстелить соломку и призвали лучше бороться с вредителями. В этом году, как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой, у нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет. Футбольные поля зеленые, а саранча любят, где зелени много. Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет? Руководство же Оргкомитета Чемпионата Мира эту новость встретило с юмором. Саранча не представляет угрозы футбольным полям. Это очень короткая трава, к тому же она специальным образом обработана. От возможного визита саранчи на футбол на Казань-арену большинство казанцев лишь смеется. Работаю в психиатрии некоторое время. Могу предположить разные вещи по поводу специалистов. Насколько серьезная такая вероятность? Максимально серьезная. Не верю, но может быть всякое. Я боюсь, что футбол испортит не саранча, к сожалению. Но главное, чтобы наша сборная не испортила. Как говорят спортивные журналисты, такие случаи, чтобы саранча добралась до стадиона и съел там газон, действительно трудно припомнить. Таких случаев в моей памяти нет. Потому что я, например, был на нескольких чемпионатах мира, даже не стоял вопрос об этом. В Татарстане последний раз ощутимые последствия от аппетита в саранчи были в 2013 году. Тогда насекомые отобедали посевами в 20 районах. Как успокаивают в Россельхозцентре, сейчас те вредители в республике неактивны и на крыло не встают. В настоящее время пока беспокойство не ожидается. Мы ожидаем где-то приблизительно в 2020-2021 годах. То есть у них пики такие через 10-11 лет. При этом, как добавляют специалисты, есть вероятность появления залетных вредителей. Но в последние годы таких визитеров не было. И если на футбольном чемпионате эти гости все же появятся, их встретят химическими реагентами. Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Мировая опера и ни одного свободного места. Чуть более часа назад в Казани стартовал 36-й международный шаляпинский фестиваль. Его открыла премьера опера «Набукка» в американском прочтении. Как ее принимает публика, сейчас выясняет Рамиль. Шайдулин, Рамиль, добрый вечер. Какова атмосфера в зале? Да, добрый вечер, Альбина. Что и говорить, шаляпинский фестиваль – это всегда ажиотаж. И билеты на него начинают раскупаться уже на самом старте. Продаж и зрительный зал, и всегда битком. Как, например, сегодня в театре оперы и балета начался второй акт легендарной «Набука». Эта опера не раз ставилась в Казани, но в этом году она в абсолютно новом прочтении. Много наслышано о шаляпинском фестивале, поэтому решили посетить именно сегодняшнюю первую оперу. Много они слышали о том, что была постановка в 2003 году, и сейчас какое-то новое прочтение с привлечением звезд. Вот, то есть, в общем-то, мы ждем зрелищного мероприятия. Оперой мы интересуемся, крайне любительски, но тем не менее «Верди» все-таки достаточно популярные произведения у него. Поэтому с «Набука» хотели бы также познакомиться. Шаляпинский фестиваль мы ожидаем в течение всего года. Каждый раз ожидаем узнать что-нибудь новое, лучшее, в отличие от предыдущих. Новых артистов, новые голоса, новую музыку. Посмотреть на классику пришли и рядовые зрители, и люди искусства. Наверное, знаково, что первым на сцену вышел один из величайших танцовщиков 20 века Владимир Васильев. Мэтр начал со слов о шаляпине, о том, что взятую им планку до сих пор не побил ни один артист. И в целом о том, насколько большую роль фестиваль его имени вносил и вносит в мировую культуру. Спасибо, Рамиль. Я напоминаю, что это был Рамиль Шайдулин. Сейчас он работает на открытии шаляпинского фестиваля. А вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Пришла к любовнику с просьбой убить бывшего мужа. Верховный суд вынес приговор за убийство инвалида. Подробности через несколько минут. А сейчас спорт и прогноз погоды. Я жене прощаюсь. Увидимся в 21.30. Огромный ассортимент портьерных тканей. Постоянное обновление коллекции. Портьерный салон «Феерия». Сейчас или дороже. В феврале берите «Ниссан» с выгодой до 400 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4 пятерки 3 единицы. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузлярь». И на «Марка за гроши» в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 пятерки 3 семерки. Санаторий «Крутушка» предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 30%. 202-30-33. Зимняя распродажа в салоне «Мехополис». Скидки на норковые шубы до 50%. На все пуховики до 20%. «Мехополис». XL, третий этаж. Болгар радиуса Тахдемита. Уйланырга, Елмайрга, Бьерге. Ушлыб жирларга нажбуриткен. Терлийларның популяр жирлары. Хам жиршлары. Болгар радиуса Хитлары концертында. 11 февраль. Пирамида. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Спортивный арбитражный суд в Лазани удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр. Их результаты в Сочи восстановлены. Апелляции еще 11 спортсменов были удовлетворены частично. Пожизненное отстранение было заменено на пропуск одних игр в Пенчхане. Но и медали 2014 года не вернут. В 28 случаях предоставленные доказательства были недостаточными для того, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила. Их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи остаются в силе говориться в решении суда. В числе спортсменов, чье доброе имя восстановлено вместе с правом участвовать в играх, лыжники Максим Валиджанин, Евгений Белов и Александр Легков, и бобслеист Дмитрий Труненков. Тем временем волейболисты «Зенита» досрочно заняли первое место в групповом этапе Лиги чемпионов. Это стало ясно после гостевой победы действующего победителя турнира над польским Ясшемске в трех партиях. Наша команда доигрывала встречу резервным составом, но это хозяевам никак не помогло. После четвертой победы в четырех матчах «Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в группе, вне зависимости от исхода оставшихся встреч с Берлином и Тулузой. Возможно, команде Владимира Олегна не придется играть в плей-офф, если заявка в Казани на финал четырех будет удовлетворена. Но даже если и нет, вряд ли что-то помешает «Зениту» в очередной раз пробиться в решающую стадию Лиги чемпионов. И в завершение к баскетболу снова овертаймы вновь победителя определили на последних секундах. «Уникс» на выезде переиграл французский клуб «Асвелл». Казанцы провалили первый игровой отрезок, отпустив своего соперника на 8 очков, однако смогли отыграться к большому перерыву, уйдя на него с минимальным преимуществом. А в концовке четвертой четверти «Асвелл» смог перевести встречу в дополнительную пятиминутку. В овертайме сильнее оказался «Уникс» итоговый счет встречи в 83-77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 26 очков. Еще 20 очков в копилку «Казанцев» добавил Хакин Калу. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ – компания «Данил Мастер». Весь февраль «Данил Мастер» дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Первые дни февраля в республике выдались довольно морозными и снежными. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики ожидается облачная погода. Пройдет снег, температура воздуха составит около 6 градусов мороза. На северо-востоке республики будет пасмурно, пройдет снег. Температура воздуха там составит минус 10 градусов. На севере республики тоже пройдет снег, температура воздуха составит тоже минус 10 градусов. На северо-западе облачно, ожидается снег и до 13 градусов мороза. И на юго-западе республики не обойдется без осадков, там температура воздуха составит минус 11 градусов. В центре Татарстана пасмурно и снежно, температура воздуха местами составит от 7 до 12 градусов мороза. В последующие сутки в республике морозы пойдут на спад. В Казани ожидается снег и около 13 градусов мороза. Ветер южный и слабый. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.